Уважаемые посетительницы канала и посетители канала 8 марта необходимо поздравление Позвольте поздравить вас своей песенкой Хит сезона цветет и пахнет абрикос Исполняет алтор Решил только вам звук сделать А изображение, наверное, только на платной подписке Только на платной подписке Все это вы увидите Кстати, сделаю еще дублик Дублик сделаю Я же, я же, я же Цветет и пахнет абрикос Весна бышу и так и надо А у меня один вопрос А у меня один вопрос Где ты живешь, моя отрада? Весной девчонки как цветы Нарядные пахнут и красивые Их платье словно лепестки Их платье словно васильки И голову мою волнуют К тебе я смело подойду Смущене прячусь за улыбкой И за руку тебя возьму Твои глаза я загляну И это будет не ошибка Цветет и пахнет абрикоз И белый цвет подобен снегу Весной волнует нас любовь Весной волнует нас любовь И это здорово ей Богу И это здорово И это здорово И это здорово ей Богу Цветет и пахнет абрикоз Ну ладно так сказать Так сказать Ехал я сегодня на машинке Кстати спрашивали как там машинки Машинки в порядке Спасибо тому что регулярно Просматривают их Есть конечно косички То там что-то пропустишь То там что-то пропустишь Но главное что вовремя заделываешь Что бы я хотел сказать Вот этим вот праздничным видосом Есть конечно образование Образование оказывается Совершенно различным И для разного круга людей И для разных потребностей Существует совершенно различное образование Допустим в начале средних веков В то далекое время Знаете какое образование ценилось В начале христианства особенно Это образование Различным магическим наукам Человек обучался Обучался несколько лет Не просто так В различных школах Постигал науку вызывания духа Значит заклинаний Искусство заговоров И многие-многие другие искусства Вот и потом уже приходил в этот мир Откуда он там пришел Вот и там уже начинал практиковать Различные вот эти магические вещи Туда входило и астрология И врачевание И естественно вот это вот В взаимодействии с духовными этими Некоторые науки Некоторые науки Еще с древних времен Для большинства Оказались закрытыми Они только передаются по наследству Допустим традиция Брахмана То что они знают Частично забылось Но то что сохранилось Может делать великие вещи Великие вещи И вот я хочу сказать Что казалось бы Вот такие вот сейчас Широко распространены Тенденции Как будем говорить Депрессия Сожаление Уныние Они вообще-то Раньше считались грехом И было Лично мне было как-то непонятно Ну и почему Это ж мое Я грущу Я тут впал в депрессию Я еще что-то А если ты немножечко Больше знаешь Больше знаешь То Начинаешь понимать И начинает Вот как говорится Сознание расширяться Ты начинаешь видеть Многогранный мир Его колоссальные возможности И понимать Что через тебя действует божественная сила Которая создала тебя И ты существуешь для ее каких-то нужд Для ее каких-то нужд Поэтому Поэтому Вообще-то По большому счету Не мешай Этой божественной силе Проявляться Тут в этом мире И творить добро Ну Сам кормиться Другим там помогать Ну где-то так Но не за счет других кормиться Это вот Важно понимать Вот Ты как-то до этого доходишь И чувствуешь И понимаешь И как-то Даже знания какие-то там даются Что вообще-то Тебе дали такое Огромное изобилие И такой огромный выбор А ты сидишь И ничего не можешь сделать И вот тут Вот тут-то В этом мире Который Где-то нарочно Знаете Так вот Вот это Сделан Чтоб особо люди Не понимали того Что я вам сказал Что в этом мире Путем Самообразования Ты можешь Достичь практически Любых висот Которые ты хочешь Достичь Практически любых Еще разок повторяю Просто То что ты не можешь сделать У тебя не хватает Нужных знаний Если они есть Остается только Прикладывать Свои усилия И достигать их Любой Вот понимаете Вот любой Потому что Мы Частица Не частица А есть То божество Которое Через нас Растет Растет Живет И так далее И выполняет Там свои вещи Ну кто это понимает Кто это понимает Тот Тот Как говорили Древний Блажен будет Но кто не понимает Ну что поделаешь Ну подойдет время Поймет Ну вот так вот Вот такая вот беседа То есть я ехал И вот В основе Человеческого Существа Лежит Вот это вот Садчит Ананда То есть Блаженство Знание И любовь Вот это вот Состояние Истинное Состояние Человека И все религии Об этом нам Говорят Конечно где-то Что-то они там Это самое Так что Занимайтесь Самообразованием И важно Тут отметить Следующее Вот если вы Истинно Хотите заниматься Самообразованием Ну например Как я Немножечко Так я хотел Напор у меня Такой был К этому То откликнуться И вам будут Подсовывать Именно те знания Которые вот На которые вы готовы И получите То что надо В противном случае Вот эти Нутрициологи Еще что-то Разбившие Там все Это знаете На мельчайшие Частички И считающие Кто-то им сказал А они Так сказать Все это съели Знание Что в одном Приеме Пищи должны быть Берки Жиры Углеводы Все полностью Кажется Это далеко От истины Вообще-то Так вот Чтобы пришло К вам Настоящее знание В результате Которого Вы чувствовали Великолепие Этого мира И голову И богу Весной Весной Волнует Нас Любовь Весной Волнует Нас Любовь И это Здорово И богу Без бичал Только Без бичал Без бичал